Коллеги, включаем. Добрый день еще раз всем, уважаемые коллеги. Все нас слышат. Компания Директ Медиа проводит очередной интересный вебинар. Мы всех рады приветствовать. Татьяна Викторовна, я передаю вам слово. Вы начинаете. А я постараюсь в это время поймать через эти беспроводные микрофоны, наушники, поймать вас голос. Дело в том, что через динамики было эхо, говорят. Хорошо. Хорошо, так распределимся. Доступай. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжаем нашу серию вебинаров по программе SoftSkills. И сегодня у нас предстоит второй вебинар по теме работы с текстами электронных курсов. Искусство работы с текстом курса, часть вторая. Это уже второй вебинар из этой серии. И на первом вебинаре мы с вами начали наше путешествие в текстовую страну наших онлайн-курсов и разбирались, как нам не превращать нашу цветущую долину знаний в страну информационных пирамид, где могут погибать наши участники. И мы с вами говорили, что есть пять простых способов сделать курсы компактнее, управление информацией удобнее, что способствует повышению успеваемости слушателей наших курсов. И наш такой распределенный вебинар, состоящий из двух частей, затрагивает пять основных приемов, пять основных способов, которые позволяют этих целей достичь. Два вопроса мы разобрали в первой части. Это атака клонов, как сокращать объем нескольких текстов. И любимая фраза, наверное, Стивена Кинга и многих профессиональных писателей, есть даже такая методика, которая так и называется «Убей своих любимец». Самые любимые кусочки текста, сюжеты, которые мы придумываем, иногда приходится сокращать. Вот об этих двух вопросах мы и поговорили на прошлом вебинаре, разобрали их. И сегодня переходим уже к... Это была такая подготовительная работа с текстом до его загрузки в онлайн-курсы. И сейчас мы подходим уже к вопросу, как представить этот курс, как представить этот текст в нашем онлайн-курсе, сделать его максимально комфортным для восприятия наших слушателей. И вот три вопроса, которые мы сегодня затронем в нашем вебинаре. Мы уже с вами научились сокращать объемы текстов и определять их уровень читабельности. Пробираясь сквозь туманность Ганнинга, используя индексы Коба и Флэша, приходит время размещать наши тексты в курсе. Такие трудности могут строиться на этом этапе. И как с ними можно справляться, мы и разберем с вами на сегодня вместе. Для тех, кто на первой части вебинара у нас не был, и с индексами Фолга, Флэша не знаком, то есть определение читабельности текста тоже не совсем понятно, что это за туманность Ганнинга. Вся эта информация будет представлена в нашем модуле микрокурсе по работе с текстами, и в конце вебинара мы про него скажем. Так что возможность восполнить эти знания есть у всех. Ну, конечно же, количество слов в тексте – это не самый главный показатель сложности его, но как не крути, все-таки чем слов больше, тем дольше предстоит их читать. Татьяна Викторовна, чуть погромче, на 10% для начала. Чуть погромче и не как. Ну, сейчас сделаем. Так получше. Андрей Святоустрович. Так получше. Говорят, получше и у меня получше. Продолжайте. Спасибо. Ну, замечательно. Спасибо. Ну, чем слов в тексте больше, тем дольше предстоит их читать. А лишнего времени сегодня ни у кого, естественно, не хватает и возникает соблазн читать по-другому, особенно если это касается текстов, воспринимаемых с экрана, с экрана монитора, либо мобильных устройств. И прежде чем размещать текст в курс, хорошо бы понимать вот это различие между техниками чтения, текста печатного на бумажном носителе и текста экранного, который мы воспринимаем с экрана монитора, либо мобильных устройств. И эти различия присутствуют. Они связаны и с нашими привычками к чтению той или иной техники, и с особенностями восприятия текста. Поэтому эти особенности важно для нас знать, чтобы, убирая минусы, использовать те плюсы, которые они дают. И для начала давайте ответим на такой вопрос. Вот лично ваши предпочтения в выборе источников информации. Юрий Николаевич, можно вопросить? Какие источники вы сами предпочитаете? Как вы предпочитаете получать информацию? Либо это печатная информация на бумажном носителе, второй – это электронный формат, и третий – для работы – это электронные источники, а для отдыха, для себя, чтения литературы на подумать – это в основном печатные бумажные источники. Давайте ответим на такой вопрос. Алексей Петрович, выбирайте галочками ваш вариант ответа. Он отразится вот в этом графике. Можете написать и свой собственный вариант ответа о том, какие источники информации вы предпочитаете использовать для себя в учебном процессе, а также для отдыха. Хорошо проголосовали. 43 человека проголосовало. Алексей Петрович, я уже почти не болею, уважаемые коллеги. Спасибо, кто переживает. Не переживайте. Все хорошо. Ну вот, смотрите, коллеги, по распределению наших ответов, тех, кто готовит электронные курсы. Либо на первом месте у нас идет сочетание электронных источников для работы, для поиска информации, для разработки собственных текстов. А вот для себя, для усвоения информации, для более какого-то зумчего, наверное, чтения, для отдыха мы все-таки предпочитаем печатные источники. И на втором месте у нас идет предпочтение печатных бумажных источников. И только на третьем месте у нас электронный формат восприятия информации. Ну вот, смотрите, то же самое происходит и с нашими слушателями. Я с этим сталкиваюсь постоянно, когда мои студенты и слушатели просят представить информацию в электронном курсе, материалы в печатном, в том виде, который можно скачать, распечатать и читать на досуге. И это постоянно идет. Причем от студентов первых курсов очного отделения я этого практически не слышу. А вот от заочников, тех, кто постарше, они просят, даже убедительно просят, вот дать им возможность скачивать материалы, скачивать тексты, потому что так мы лучше воспринимаем. Это совершенно другая техника чтения. Ребята, те, кто уже с гаджетами, можно сказать, вырос, они лучше воспринимают информацию с экрана, они по-другому читают, они используют другие техники чтения, с которыми мы сегодня познакомимся. По поводу, можно ли скачать из курса тексты, и нужно ли их дополнительно выкладывать в PDF или в формате Word. Ир Николаевич, вот как специалист в области дистанционного обучения и наставник в подготовке молодых авторов. Скажите, пожалуйста, есть такая возможность, вот, например, на платформе Moodle, не выкладывая дополнительные PDF-файлы или Word-овские файлы с текстами лекций, статей, получить возможность скачивать их прямо из курса? Скачивать или распечатывать на принте? Скачать и распечатать, как говорят студенты. А есть ли есть возможность просто распечатать из курса? Ну, во-первых, скачать, зачем скачать, когда и так все читается на, даже на смартфоне все это читается. Наверное, речь идет о том, можно ли тексты, изображения из онлайн-курса распечатать на бумаге. Да-да-да, на бумажный носитель. Вопрос специфический. На самом деле это делается элементарно правой кнопкой мыши, если вы разместили в онлайн-курсе, в Moodle или в любой другой платформе, неважно какой. Вы нажимаете правой кнопкой мыши печать или нажимаете комбинацию клавиш Ctrl-P, то есть P латинское, и вы можете вводить на печать, причем с нумерацией, вот этот длинный колбасный текст, как я называю, можно распечатать на бумагу и читать там, где нет интернета, бумажные источники. Многие преподаватели удивляются, неужели это можно? Да, легко делаются. Даже некоторые говорят, а можно ли ведомость там, 280 человек в курсе, оценочная ведомость, от нас требуют ее распечатать. Конечно, можно. Все то, что вы видите на экране компьютера, все можно распечатать на принтере. Я ответил на ваш вопрос. Спасибо, Юрий Николаевич, ответили на вопрос. Таким образом, мы убираем дублирование информации в нашем курсе. Первый шаг. Не надо дублировать материалы, если слушатели нас просят, дать им такую возможность распечатать материалы, читать в напечатных источниках, а наш опрос показал, что если уж у нас есть такая предрасположенность к чтению бумажных носителей, то у наших слушателей наверняка она тоже имеет. И это надо учитывать. Поэтому мы можем убирать дублирование и не выкладывать PDF-файлы, Word-овские файлы. То есть сократить себе трудоемкость процесса подготовки нашего курса и работы с текстами. Мне надо их готовить в двух форматах. Достаточно одного, который рассчитан на восприятие с экрана. Так, опрос у меня почему-то открыт, я его закрываю. Татьяна Витровна, тут нужно еще напомнить про форматы подачи текстово-грасического материала. Если это HTML-страничка, ну, например, из Word-а, можно вставлять как... Это один формат, можно печатать. Некоторые преподаватели правильно поступают, когда у них нет времени, они размещают сразу PDF или Word-лекции или методички. Это тоже правильно. Но единственное, что плохо, на планшете, на смартфоне прочитать PDF или Word не всегда возможно. Вот это следует иметь в виду. Очень сложно. А вот про это мы сейчас как раз и поговорим. Про особенности восприятия при различных техниках чтения. И работа с... Так как сейчас большинство восприятия информации и работы происходит в виртуальной среде, мы пользуемся в основном интернет-источниками, то и мы применяем особые техники чтения, которые... которые нас в школе иногда ругали за такой соблазн начать читать, пропуская слова, перескакивая, что нужно читать внимательно и вдумчиво. Но в этом есть и рациональное зерно. Ну, в общем-то, и техникам быстрого чтения нас тоже обучают, а они все эти элементы используют. Особенно это касается деловой или учебного текста, учебной литературы. Не все слова одинаково цены. Есть те слова, которые несут смысловую нагрузку, и есть переходы, есть связки, есть какие-то примеры, ну и то, что называется вода. Без нее никуда, иначе будет сухо и скучно. По статистике на вот такие смысловые нагруженные фрагменты приходится где-то 70-75% текста и остальное это 30-25%. Конечно, если мы научимся пропускать вот эти менее значимые фрагменты, то количество слов в тексте для нас уменьшится практически на третий, значит, времени на чтение потребуется меньше, это легче и быстрее. Какие проблемы при... Это я сделал, чтобы нас было лучше видно. Главное, чтобы видно было рабочий стол. Ваши глаза, ваши инструменты. Ну ладно, я уж испугалась. Какие возможные проблемы возникают при работе и подготовке электронных текстов? Во-первых, из-за применения вот этих техник чтения, которые должны вроде бы упростить наш процесс восприятия текста, могут происходить потери времени. Вторая проблема, и мы посмотрим, как это сейчас может работать и что с этим делать. Вторая проблема, которая может возникнуть на странице мало воздуха, слишком насыщенное пространство нашим текстом либо визуальными какими-то элементами. Это может вызывать усталость, опять же, увеличивать время на изучение материала и в конце концов это может сказаться на эмоциональной составляющей, то есть привести к потере интереса. Обилие таблиц, особенно если они по всей ширине страниц. Глобальные таблицы, большие таблицы лучше все-таки заменять на инфографику либо на диаграммы, схемы и графики. Ну и ловушки времени это оценка сколько времени мы проводим в интернете за изучением этого материала. И каждая из этих проблем связана с особенностями восприятия текста и с нашими техниками, которые мы используем при чтении, особенно чтении с экрана. Способы сокращения объема читаемой информации, такие асы чтения. Четыре техники, которыми мы пользуемся. Не всегда знаем, что это так называется, но кто-то пользуется осознанно, кто-то индуитивно. Это антиципация, скиппинг, скимминг и сканинг. Прям хорошая такая скороговорка для подготовки к публичным выступлениям. Проговори без ошибок. Что это за техники? Давайте познакомимся с... Начнем по порядку с первой из них это прием антиципация. Задание. Уважаемые коллеги, прочитайте, пожалуйста, быстро текст с учетом пропущенных слов, который сейчас появится на экране. Я открою слайд. Ваша задача понять, ответить на вопрос, понятен ли вам смысл прочитывать. Даже с учетом пропущенных слов поняли ли вы смысл, о чем этот текст. Читаем очень быстро. Если, в принципе, понятно, о чем здесь речь, просто поставьте плюсик в чат. Итак, поехали. О, не прошло и секунду. Пять секунд и смысл понятен. Отлично. На текст для проверки. Можно проверить, правильно ли мы определили пропущенные слова. Но, в принципе, смысл понятен. Вот это и есть принцип антиципации. С латинского это предопределение, предвосхищение, такое предугадывание событий, заранее составленное представление о чем-либо. Впервые этот термин ввел немецкий ученый Вильгерий Мюнф еще в 1880 году. Он понимал под этим термином способность человека представить себе возможный результат действия еще до его осуществления. И по отношению к чтению суть антиципации в том, что уже по прочитанному мы предугадываем, что будет дальше. Мы узнаем знакомые конструкции, типичные обороты, улавливаем содержание текста по основным, по главным словам, опорным фразам и домысливаем все остальное. Вот самый простой способ, которым мы пользуемся. Действительно, это помогает нам сократить время на прочтении текста. Вот смотрите, три секунды, уже хороший такой абзац текста. Мы споняли суть, о чем это. Но есть у него и свои минусы. Вот мы сейчас посмотрим второй пример. Я вам покажу. Он, короче, первого. Задание будет следующее. Прочитать текст и ответить на вопрос, что посещал наш герой и что он оставил на бульваре. Написать два слова в чат. Первое, что вам придет в голову. Вот как прочитали, долго не думая, сразу пишите эти слова в чат. Два слова, где он был и что он оставил на бульваре. Готовы? Поехали. Два слова. Где он был и что он оставил на бульваре. Готовы? 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 Вот смотрите, пошли варианты. Ух ты, телефон первый раз. Елена Николаевна Соколова, спасибо большое за телефон. Пошел разнобой. Для кого-то текст может быть знакомый, поэтому определили карету, посетив несколько домов и оставил карету. Вот смотрите, уже у каждого начал складываться, появляться свой текст. Проверяла на студентов, чаще всего отвечали где-то из 30 человек, варианты офис, банки, рестораны, машину, деньги оставляли на бульваре, домов или мест и слово карета только у двух студентов. Вот смотрите, кафе-велосипед, круто. Спасибо, Елена Александровна. Вот смотрите, прием антиципации может сработать как… Хорошо, верю, незнакомый, верю, ассоциации сработали. Вот этот принцип антиципации, который мы применяем, он может сработать как в плюс, но и в минус. Посмотрите, что получилось. У каждого, у разных слушателей начал складываться свой текст, соответственно, рисуется свой образ. Мы применили этот прием для сокращения скорости чтения, но получили совершенно свое представление о смысле, о смысловой нагрузке. Как только появился исходный текст, мы понимаем, что все-таки здесь у кого-то совпало это хорошо, но были и вариации. Соответственно, у нас свои образы, другое время совершенно, и это может повлиять на восприятие текста. Особенно если мы говорим о тексте учебном, и для нас важно, чтобы он воспринимался одинаково, и не было вот таких вот развлечений. Поэтому нам очень важно использовать те приемы, которые позволяют нам минимизировать потери смысла в текстах нашего курса, которые мы размещаем для слушателей. Примеры минимизации – это примеры из ваших курсов, если вы их уже делали, либо ваше предположение, как это можно сделать. Здесь мы отходим немножко от нашей традиции. Мы не будем показывать примеры, как это можно сделать. Дам только одну подсказку. Чаще всего мы это делаем ровно так, как это было на предыдущем слайде, за счет логического выделения слов, либо фраз, которые несут смысловую нагрузку и позволяют нам прочитать текст одинаково, то есть минимизировать потерю смысла первоначального текста. Ну вот, не будем здесь показывать примеры из наших курсов. С одной оговорочкой. Давайте-ка лучше, чтобы это сделали сами участники на примерах своих курсов, но не здесь и не сейчас. Да, Юрий Николаевич? Да, я хотел подчеркнуть, что мы готовы эти примеры активно обсуждать, детализировать, но с учетом того, что там часто есть элементы интеллектуальной собственности, авторских прав, мы готовы предоставлять в рамках только наших курсов повышения квалификации в ходе практических занятий. Приходите к нам, записывайтесь, и мы вам все покажем практически. Продолжайте, Татьяна Викторовна. Второй тип, вторая техника, которую чаще всего применяем, это скиппинг, или такое прыгающее чтение, прыгающее, пропускающее, выборочное. Когда мы читаем, пропускают целые куски или абзацы текста, а иногда и целые страницы. Ну, когда читаем какой-то увлекательный детектив или экшен, нам, конечно, интереснее само действие, нежели трехстраничное описание заката, как листик шелохнулся, как птичка крыльчка махнула. Пропускаем, пошло действие, мы читаем дальше. И только через восемь страниц мы понимаем, что весь ключевой момент, на котором строится все произведение, вот в этом пропущенном куске-то и содержалось. Значит, нам нужно вернуться обратно, перечитать, потому что автор подразумевает, как очевидно, что мы уже это знаем и не расшифровывает дальше. Нам нужно возвращаться обратно и перечитывать фрагмент заново. Вот эти две-три страницы пропущенные. А любое прерывание или отвлечение – это уже потеря времени. Перенастройка с одного действия на другого, с одного сюжета на другой. Вот вопрос был у нас в начале от слушателя, как техники чтения могут приводить к потерям времени. Вот здесь мы время и можем потерять. Нам заново придется логическую цепочку рассуждений выстраивать, вспоминать, что там было до. И это сложнее, чем если бы мы прочитали с самого начала. Кстати, с видеороликами происходит та же история. Мы можем промотать часть большого видеоролика до нужного фрагмента и посмотреть только его. Вот опять не буду показывать пример. На прошлом вебинаре, кстати, я его показывала. Это видеоролик с содержанием, когда вопросы, рассматриваемые в видеолекции, они выделены отдельными пунктами, и это содержание представлено в самом видеоролике. Можно выбрать тот вопрос, который нужен, отдельно его посмотреть, но если он идет в связке с остальными вопросами, часть информации мы потеряем. Итак, мы в результате скиппинга мы тоже сокращаем значительно количество времени на изучение материала, на прочтение материала, но в результате мы вынуждены возвращаться, чтобы восполнить пропущенное, так как оно связано с другими частями текста, или в нем содержалось информация, необходимая для понимания целого, без потери смысла. Скиппинг был, есть и будет. Никуда мы от этого не денемся. Виртуальная среда дает нам такое преимущество, как нелинейность восприятия, и, в общем-то, это и порождает вот эту технику чтения как одну из основных, которые мы пользуемся. Нелинейность восприятия мы организуем посредством нескольких приемов, например, гиперссылки, либо это активные фрагменты текста, либо графические элементы, которые нас перенаправляют в определенное место электронного документа нашего читателя-слушателя. Это могут быть всплывающие окна, это может быть иерархия по принципу дерева, как в случае с любым сайтом, например. И здесь нет той цепочки последовательной, линейной, как классической книжной бумажной формы. В печатной продукции принцип нелинейности тоже начали использовать, и чаще всего это формат справочника или словаря, где одна приведенная информация имеет ссылку на другую или на несколько других, как, может быть, внешние или внутренние источники. И сама структура таких изданий не предполагает последовательного чтения. Такой тип издания как раз наиболее комфортно чувствует себя в виртуальной среде и зачастую превосходит свои печатные даже анализы. Нелинейность мы используем и при формировании лекций. Элемент лекция, да, там этот принцип нелинейности используется. И, опять же, недаром сказала про словари и справочники, намек на глоссарий, которые мы можем использовать не только для введения определений каких-то понятий, терминов, определения понятий или терминов, но и в качестве такой энциклопедии, содержащей краткие статьи по теме либо по данному вопросу. Ну вот по такому принципу, например, при библиографических описаниях в сервисе у меня сделано выяснение в каждом элементе описания в виде вот такого глоссария. С одной стороны, это хорошо, мы обеспечиваем такую индивидуальную траекторию освоения материала для каждого студента, но с другой стороны, нелинейность может представлять нелинейность, информация может нести в себе проблему. Мы, с одной стороны, можем пропустить информацию, которая необходима, мы можем перескочить, нам потом придется возвращаться. Во-вторых, мы можем заблудиться в этом элементе, в этих переходах, в этих гиперссылках, точно так же, как мы, переходя по ссылкам в сайтах, когда ищем информацию в интернете, иногда уходим так далеко на такой веб-серфинг, что вернуться уже бывает сложно, забываем, зачем вообще зашли. Поэтому, когда мы используем этот, рассчитываем на эту технику чтения, а она всегда будет у наших студентов, когда мы используем нелинейное представление информации, здесь очень важно в самом начале правильно выстроить навигацию. Вот, например, в модуле есть такой элемент, как лекция. Вот пример я вам здесь... Юрий Николаевич просит расширить окно с примером, который у нас появился. Элемент лекция, каждая отдельная кнопочка – это отдельный фрагмент, отдельный кусочек лекции, собранный в общий конспект. И каждый из них посвящен определенному вопросу. Здесь два момента. Первый – нужно очень четко давать название этим разделам, этим вопросам, так, чтобы сразу была понятна суть, о чем это. И второй момент – это навигация переходов между страницами. Вот, посмотрите, открываем мы любую страницу, например, как вставить изображение на странице курса. Здесь лекция представлена в формате видео. Видео ли урока. И вот здесь у нас есть... Ай, сейчас я его сквачу. Вот она, навигация внутри. Переход. Здесь сочетание принципа линейного и нелинейного к предыдущей странице, к следующей странице, но непонятно отсюда, что за тема, что за страницы, что за тема следующего или предыдущего урока. Это не очень, наверное, удобно. И указано, что еще полезно, страница, которая идет в связке, что еще полезно по этой теме почитать. То есть здесь и линейные, и нелинейные переходы присутствуют. Казалось бы, все очень просто и замечательно, но вот этот элемент лекции очень трудно настраиваемый, тяжело настраиваемый. Именно первый шаг – разработка вот этой структуры переходов. И если мы наш материал представляем нелинейно, а мы это делаем в наших электронных курсах, то все переходы, все настройки нам необходимо сделать заранее и лучше всего это сделать на бумаге. То есть трудоемкость создания вот такого нелинейного учебного пособия либо нелинейной лекции – это очень трудоемкий процесс. Конечно, можно попробовать это сделать самостоятельно. В принципе, в самих настройках-то ничего технически сложного нет. Но вот эта логистика, я помню, я попробовала тоже так самостоятельно. «Дай-ка я сделаю». Ну что, настраивать умею, чего там. Вебинар посмотрела, лекцию Юрия Николаевича послушала, а сейчас лекцию и сделаю. Восемь часов у меня ушло только на то, чтобы вот эту логистику проструить. И после этого я поняла, что что-то у меня там хромает, мне пришлось брать консультацию. Спасибо, Юрий Николаевич, не отказал и пошел на встречу. И после часовой консультации я поняла, что сначала надо делать действительно на бумаге, а не сразу в курсе, заново пересматривать вот эту взаимосвязь элементов своего текста, хотя у меня был готовый контент для печатного бумажного воспроизводства. Но здесь совершенно другая логистика, совершенно другой формат подачи материала. И пришлось заново со стикерами, карандашом, листочком все это заново делать, перестраивать структуру. И еще есть такой момент, если мы поменяем переход между хотя бы двумя страницами, нам придется пересматривать вообще всю логику построения страниц. Поэтому лучше настраивать один раз и навсегда. И сделать это самостоятельно очень тяжело и очень трудно. Это еще, учитывая, что у меня было настройки работы с баз данными, настройки форм, там примерно аналогичная структура была. И то, помощь обязательно понадобилась. Без этого просто нет. Следующий тип чтения и техника чтения, которую используем, это скимминг. Тоже часто применяем. Да, коллеги, мы сейчас говорим о многом, что может быть знакомо. Видела запись в чате. Мы этому учились, нас этому учили. Что-то похоже на то, что мы проходили сами или что используем. Да, конечно, похоже. Но это те техники чтения, которые чаще всего наши слушатели, особенно студенты, либо учащиеся школ, колледжи, применяют и используют, работая с нашими текстами. Поэтому мы должны понимать, как построить свой текст с учетом использования этих техник. Часто применяем скимминг, определяя, стоит ли читать или стоит ли покупать данную книгу или данный источник информации. Это такое скольжение, как виндсерферы по волнам скользят, выхватывая те, которые наиболее интересны для них. Вот то же самое делаем мы. Это метод, который позволяет нам быстро взглянуть на текст, чтобы понять его основную идею, его основной смысл. При этом мы получаем только общее представление о том, какие ключевые моменты в этом тексте есть, где они находятся, при этом нет необходимости читать. Спасибо, Елена Владимировна. Хорошее название «Культурное чтение» включу в наш текст. Спасибо за подсказку. И скольжение имеет смысл и помогает нам в двух вариантах. Либо при принятии решения о прочтении или обращении к данному источнику, есть ли там, может ли тут быть нужная для нас информация, и при просмотре и вспоминании прочитанного, при подготовке к экзаменам, к зачетам, к тестам. Подходит как для первого ознакомления с материалом, от первого знакомства, так и при подготовке к итоговым мероприятиям. Поэтому здесь нужно понимать, что когда мы размещаем текст в модуль или в блок, подготовка к зачету, подготовка к экзаменам, вот туда вываливать сразу целый учебник, наверное, смысла нет, все равно они будут использовать вот такую скину. А необходимо применить, наверное, метод повантования, чтобы они не проскользили по нужному моменту, наши слушатели, а обратились именно к тому, который для нас необходим, который нужен именно при подготовке для данного вопроса. Следующая техника – это сканинг. Сканирование текста – метод, который позволяет нам найти конкретный факт, конкретную фразу, имена, часть информации из имеющегося текста. Имя персонажа, события из истории, какие-то детали. Вот тогда мы сканируем текст и выбираем те места, которые для нас необходимы. Сканирование полезно, так как позволяет найти определенные фрагменты данных без необходимости читать весь фрагмент или весь массив текста. Это напоминает, когда мы открываем в поисковике Яндекс, делаем запрос по ключевым словам и открываем сохраненную копию, и тогда он нам выводит текст с нашими выделенными ключевыми словами. Мы не читая все, выбираем только то, что нам нужно. Вот это примерно то же самое, что происходит при сканинге. Как это можно использовать в наших курсах так, чтобы вот эта техника могла наибольшими преимуществами использоваться, и наши тексты позволяли бы это сделать, ну вот в модуле мы это как раз рассматриваем на примерах. И еще несколько слов по удобочитаемости. Удобочитаемость или читабельность нашего текста влияет и на скорость чтения, и на понимание, и на воспроизведение текста в будущем, и на наше эмоциональное восприятие, поэтому мы в первой части и говорили про индексы ФОБ и ФЛЭШа, и в курсе тоже про них будем говорить. Правило важно соблюдать. Один абзац, одна мысль, что помогает воспринять информацию в естественном виде, а значит мы должны наши тексты квантовать. Вот то самое, о чем мы тоже в первой части говорили, квантование текстов на небольшие участки, на небольшие блоки. Это позволяет, такое блочное представление информации позволяет квантование, позволяет делать паузы для того, чтобы осмыслить содержание текста, осмыслить прочитанное. Нарушение этого правила может повлиять и на процесс чтения. Большой объем трудно превращать в мысль, умственная нагрузка возрастает из-за того, что нужно удерживать внимание и на абзацы, и помнить смысловые моменты, пока мысль еще не понятна нам целиком и полностью. Поэтому есть требования к объему абзацев. Мало того, что они должны содержать законченную мысль, они должны еще быть определенного размера. Вот ГОСТы, которые касаются авторской и издательской деятельности, они рекомендуют подготовки пособий. Они рекомендуют не более пяти строчек. Ну, плюс-минус, да, конечно. Под заголовками текст можно разбивать на блоки, и в каждый блок можно включать не более трех абзацев. Особенно если мы говорим о восприятии текста с экрана. Это правило лучше придерживаться и его ориентироваться. Между отдельными абзацами, между отдельными мыслями и факторами, конечно, должны быть связки, мы используем... Еще рекомендуется при делении текста на абзацы не избегать списков. Причем рекомендуется нумерованные, либо маркированные списки. И при этом соблюдаем правила пунктуации. Если шапка перечисления оканчивается точкой, то следующий список за ней, с большой буквы заканчиваем всегда точкой. Если заканчивается шапка на поеточие, то с маленькой буквы точка запятая в конце, и в конце последнего пункта обязательно точка. Подбор гарнитуры шрифта тоже важен при организации нашего текста в нашем курсе. Подбор гарнитуры зависит от его восприятия. Традиционно удобными для чтения считаются шрифты с засечками. Сейчас скажу про мою мысль. Многие скажут, как же так, а вот для презентации или для электронных курсов, для сайтов, наоборот, рекомендуют рубленные шрифты. Сейчас скажу, почему. Традиционно удобными для чтения, посмотрите, наши печатные бумажные источники, они в основном используются шрифты с засечками. И в электронном формате это тоже допустимо, и это тоже можно использовать, но при высоком разрешении экрана. Вот тогда шрифт с засечками будет восприниматься хорошо, он подчеркивает горизонтальное направление чтения, помогает нам проходить вдоль строки, и это способствует беглому чтению и сокращает время и наши трудозатраты на процесс. Но при низком разрешении экрана такие шрифты искажаются, и свои вот эти преимущества они теряют. Нам становится, наоборот, сложнее воспринимать и сложнее читать текст. Поэтому лучше всего использовать рубленные шрифты, которые своих очертаний не теряют. и меньше зависят от разрешительной способности экрана. Тем более мы не знаем, чем будет пользоваться наш слушатель, какая у него разрешительная способность у его техники. Для печатных изданий чаще всего рекомендуется в соответствии с бостами шрифт 12 пунктов, но имейте в виду, когда вы переносите этот текст на экран, для экранов требуется указывать большие размеры, так как электронный текст всегда выглядит меньше классического и воспринимается как меньший. Поэтому, пожалуйста, всегда выставляйте больший размер шрифта. Да, вот с этим я тоже сталкивалась на примере, когда неоднократно в самом начале моей деятельности я любила ставить 12 или 14 и постоянно получала замечания сначала от руководителя наших курсов, потом от руководителя нашего портала, от Юрия Николаевича. Татьяна, увеличите шрифт, ничего не читает. Ну как же так, ну у меня-то читается, да, у меня хорошее разрешение экрана и большой экран, у меня читается хорошо. А планшета из мобильного устройства воспринимается плохо, поэтому чем больше шрифт, тем лучше. Ну, конечно, чувство меры тоже соблюдаем. 15-16, например, Google нормально воспринимается, и из того же мобильного читается хорошо. Ширина строки. Не делайте очень широкие строки, особенно когда нам потом потребуется вот эта горизонтальная прокрутка. Мало нам вертикальной простыни, нам еще и горизонтально придется крутить по нашему тексту. Какая рекомендуется? В школах рекомендует 18-й. Елена Владимировна, это размер гарнитуры, наверное, да, размер шрифта 18-й. Да, ага, спасибо, да, согласна. Для школ есть требования СанПИНов, исходя из которых эти рекомендации разрабатываются. Для печатных текстов очень строгие требования к СанПИНам, если мы говорим о школах, об общем образовании. С этим мы тоже сталкиваемся, когда печатные посуды готовы. Но вот таких строгих, жестких постов в отношении электронных посудей или электронных курсов, к сожалению, пока нет, поэтому ориентируемся на те, которые существуют, в основном для печатных изданий, с учетом особенностей. По ширине строки. При больших значениях, при длинной строке, трудно восстанавливать последовательность строк, во-первых, а если слишком узкая строка, очень маленький размер, то увеличивается нагрузка на зрительный аппарат. Оптимальное значение, рекомендуемые значения для электронного формата представления информации, где-то 60-70 символов на строку. Смотрите еще по размеру нашего шрифта. Но самое главное, чтобы в горизонтальной прокрутке у вас не появлялось. Подчеркивание для логического выделения отдельных слов и коротких фраз старайтесь не использовать при электронной подаче текста в электронный курс. Так как подчеркивание текста больше похож на гиперссылки, и студенты начинают пытаться по нему куда-то перейти и потом задавать вам вопрос, почему гиперссылка не работает. Поэтому с этим очень осторожно. Лучше использовать полужирные очертания, либо курсивные, либо полужирный курсив. Но, опять же, курсивом лучше не увлекаться, он хуже будет восприниматься. Когда мы рубленный шрифт переводим в курсив, по достоинству они исчезают, он будет восприниматься. Обращайте тоже внимание. Как мы измеряем, как мы учитываем время, проведенное в онлайн-курсе, и необходимое для успешного завершения. Да, есть у нас могут быть зачетные единицы, исходя из которых мы формируем, рассчитываем количество часов, но если мы говорим о тексте, здесь мы можем попасть в ловушку, которая увеличит на самом деле количество времени на прохождение нашего курса. По статистике, восприятие и понимание текста с экрана где-то происходит на 25% медленнее, чем печатного текста. Вот это необходимо учитывать, когда мы нагружаем наш курс текстами и нелинейными переходами. Когда мы большинство источников текстовых скрываем за гиперссылками. С виду курс кажется маленький и компактненький и неудобный. Все у нас скрыто гиперссылками, а за ним каждая статья страниц на 10 и таких статей штук 5. Ну вот попробуй прочитать. То есть очень важно правильно оценить расчет времени на изучение материала. Самый простой способ. Попробуйте просто прочитать сами тот текст, который вы размещаете в собственный же курс. Прибавьте 25% от полученного. Это то, как будут читать ваши слушатели в среднем. И добавьте еще 25-30% от этого времени на необходимость усвоения, запоминания, понимания той информации, которую вы даете. И вот вы можете получить примерно более полное понимание о том расходе времени, который реально у наших слушателей идет. Не то, которое мы декларируем тематическим планом, а на выполнение этого задания. Даю вам два часа. Задание само выполнить час, а вот текст ему прочитать часа три. Это позволит нам либо пересмотреть наполняемость, наполненность текстами нашего курса, либо вернуться к его перераспределению, к сокращению текстов, но и, возможно, читабельность текста с помощью индекса Google. Здесь тоже стоит проверить. Может быть, нужно упростить, а может быть, нужно упростить. Вот такие моменты нам необходимо учитывать. Да, кстати, в нашем курсе вот такую табличку для примерного расчета времени мы даем. И еще я даю вам одну табличку. Как рассчитать количество времени, которое имеется у наших слушателей. Тоже полезная вещь, которую я иногда со своими слушателями положу в дистанционном формате, ну, с областью. Со студентами, которые обучаются на очке, там попроще мы этого аудиторного. Понимание слушателя, сколько у него есть времени, реального времени на изучение курса. И вот средние показатели, я на них могу ориентироваться с тем, чтобы представить именно тот объем материала, который они реально смогут использовать. Вот с этим мы в нашем курсе тоже поработали. Еще один совет, еще один способ, как сократить затраты времени, это визуализация. Пример, например, инфографика. Ну, один из вариантов. Да, кто-то писал про интеллект-карты. С интеллект-картами в электронных курсах тоже, коллеги, очень осторожны. Сейчас скажу, почему. Вот пример инфографики. Это фактически конспект почти 4-5 страниц из учебника. Тема, которую мы рассматриваем, тема практическая, по которой потом студенты выполняют задание. Вот в формате инфографики все это представилось на одной страничке. Вполне работающий элемент. Проверяло на студентах в научниках и заочниках, прежде чем его разместить в курс. Работает нормально. И задание с использованием вот этого инструмента выполняет гораздо лучше, чем после прочтения учебника. Я понимаю, почему. Когда они прочитывают текст, вот часть той информации, которую, я думаю, что они усвоили, и она важна на самом деле, они за счет этих техник быстрого чтения проскакивают. А инфографика позволяет сосредоточиться именно на этих моментах, которые им не уходили. Поэтому, хочешь рассказать, рисуй. Да, изображение действительно заменяет тысячу слов, но рисуй в меру. Есть нюансы. Которые могут превратить наши интеллект-карты или увеличение размещением интеллект-карт в электронных курсах, особенно если это интерактивные интеллект-карты, и они не статичны, их можно использовать, созданные с помощью дополнительных ресурсов. Вот там есть тоже нюансы, которые мы в нашем курсе тоже рассматриваем. Есть минусы, которые важно учитывать. И, с одной стороны, это хорошо, сама их люблю, но, с другой стороны, в дистанционном формате вубликациях не особо рекомендуется. Ну и последнее, о чем хотелось бы сказать, это белые зоны. Это комфорт восприятия текста. Это то зрительное форматирование, когда мелочи могут принести нам успех либо неудачу. Правильно подобрать параметры, страницы блоков, воздух между нашими текстами, между текстом, организованным в блоке. Шрифт. Все это увеличивает удобно читаемость нашего текста в электронном формате. И наши основные друзья, как говорят, не только наши специалисты, не и перебежные, очень часто у них встречают это указания пробелы и пропуски. межстрочные интервалы, шрифты не увлекаться жирными шрифтами. Наши глаза любят свободное пространство, и поэтому пробелы играют ключевую роль. Причем мы говорим не только о пробелах между словами, но и между символами, между блоками, между отдельными темами. И правильное их расположение может задать ритм чтения, который, во-первых, позволит удерживать внимание на мыслях автора, во-вторых, не создает излишней нагруженности, и помогает нам создать некий порядок в нашем тексте. Поэтому с пробелами не пренебрегаем, используем. Есть рекомендации по тому, какие пробелы вы доставите, какого размера они должны быть, но это мы уже разбираем на конкретных примерах, и лучше это делать уже на конкретных примерах внутри курса, работая именно со своим текстом. Сегодня мы рассмотрели основные приемы, основные техники, основные техники чтения, которые используют наши слушатели, работая с нашим курсом. Их нужно учитывать для того, чтобы наш текст, наш курс воспринимал тем не адекватно и приносил тот результат, на который мы рассчитываем. Вопрос. Какой цвет текста лучше использовать? Вышел спор с преподавателем. Елена Юрьевна, вот это здесь общую рекомендацию дать достаточно сложно. Непонятно, о каком тексте идет речь, и надо бы посмотреть пример этого текста, разбор конкретного примера, о чем идет речь, куда вы его хотите представлять. Одно дело, если это презентация, другое дело, если это интернет-курс. Лучше такие вопросы, конечно, разбирать в рамках модуля, потому что часть информации более конкретной, рекомендации, они будут представлены там, и, возможно, вы ответ на свой вопрос найдете, просто познакомившись с материалом. Итак, коллеги, мы с вами сегодня познакомились с оставшимися тремя вопросами, тремя способами, которые позволяют наш курс сделать более комфортным. И на этом... Ух, длинную речь заканчиваю, передаю слово Юрию Николаевичу, иначе... Нет, я хотел ответить. Меня слышно? На замечательный вопрос Елены Юрьевны Гончаровой я знаю... Узнаю, знаком, удаленно уже года три. И знаю, что она очень хороший специалист. Ну, среди всех присутствующих есть и те, которые раньше узнал. Спор бывает часто. Традиционно черный текст на белом фоне контрасты считается, ну, как в книгах, считается правильным. Но у нас есть такой модуль для лиц с особенностями зрения, для слабовидящих, который инвертирует цвета наоборот. Например, обучаемый может весь сайт сделать фон черным, а буквы желтые. Или синие. Или красные. Для остальных сайт не меняется. А вот именно для этого пользователя такое возможно. Это не тот спор, видимо, о котором вы говорите, но это его продолжение. То есть у разных людей цветовое восприятие и четкость разные. И мы умеем это учитывать. Для лиц с особенностями зрения. С особенностями здоровья, как говорят. Но в целом черные буквы на белом фоне считаются предпочтительными. Некоторые используют серый цвет, темно-серый цвет буквы на светлом фоне. Некоторые еще как-то. Но если посмотреть на опыт крупнейших массовых онлайн обучающих площадок, там везде белый фон, черные, темные буквы. Это ответ на вопрос. Спасибо. Добавлю к ответу на вопрос, Евгений Товальевич, по поводу черного цвета шрифта на белом фоне. Тоже в последнее время очень часто встречают такую дискуссию, что да, для печатного варианта, для бумажного носителя это самое оно. И действительно это очень комфортно для нашего зрения. Для экранового восприятия это бывает не всегда комфортно, не всегда это хорошо воспринимается. Поэтому здесь скорее светлый фон и темный шрифт. Но вот серый, наверное, тоже не очень, а вот темно-синий, я в последнее время заметила, почему у меня все презентации идут в темно-синий фоне, мне легче его воспринимать, меньше устают глаза. Здесь зависит от многих параметров, и от технических особенностей, да, и от платформы. И вот темный шрифт, либо темно-синий, либо черный, и светлый фон. Вот это самое действительно оптимальное. И возможность менять цветовые настройки, то, о чем Юрий Николаевич сказал, большое спасибо. Это тоже хорошая возможность, если она есть на платформе, а сейчас в основном это требования, к онлайн-образовательным ресурсам обеспечения возможностей доступа и использования лицами с ограниченными возможностями, можно его использовать. Поэтому здесь можно снять этот эскор, Елена Юрьевна. Спасибо большое по надписи в чате. Не сразу вас узнала. Знакомый меньше, конечно, но да, постоянный наш слушатель. Так, коллеги, большое спасибо. Передаю, на этом я заканчиваю, иначе еще буду говорить. Передаю слово Юрию Николаевичу. Юрий Николаевич, ваш вопрос. Ну, мой выход – это показать путь к счастью, где говорится уже о практике, извините, о стоимости этой практики. Вот я тут написал, что это стоит 1800 рублей. Мы каждому индивидуально даем подход, даем источники с учетом его именно курса. Ну и до сравнения, чему равна стоимость сегодня 1800 рублей, вы видите, не такая же большая сумма, но она стоит того. Татьяна Викторовна смеется, я слышу. Коллеги, это не ассоциация, не аналогия с курсом. Только по степени значимости. Да, ну, то есть это та сумма, которую можно выделить один раз и получить хорошее профессиональное решение, а не метод тыка. Я скажу, что то, что вы сейчас прослушали, оно только кажется понятным и легким, и типа «бери и делай». В одиночку пройти этот путь качественного, легкого, удобного изучения курса, интересного, вот с высокими оценками у обучаемых, в одиночку пройти этот путь крайне сложно. Для желающих. Сделать и настроить. Сделать и настроить самостоятельно – это большие трудозатраты. В вебинарах очень часто пишут, скажите, а какими ресурсами можно пользоваться? Отдайте набор инструментов. Вы заметили, что мы сегодня инструменты не давали. Они будут в курсе, но именно те инструменты, которыми мы сами пользуемся, которые уже отработаны, и мы можем дать вам консультацию по ходу, потому что потом заканчивается это печально. У меня 44 ресурса. О, сейчас я все сделаю. Захожу. Интерфейс, как правило, англоязычный. Начинаю пробовать. У меня что-то не получается. У кого спросить непонятно. Ведущий вебинар где-то уже далеко. И, а, да и ладно. И все, я ресурсами не плюсь. Либо затрачиваю в 5-10 раз больше усилий, чем оно того стоит. Поэтому лучше, конечно, иметь возможность осваивать это самостоятельно. Ну вот сертификаты, вы видите на экране, они еще включают не просто электронный сертификат именной, с фрамилиями имени Модчества, с уникальным номером, он включает еще и консультирование. Это меньше, чем обучение по модулю, но он включает консультирование. Задаете вопрос. Да, причем индивидуально, а не массово. И сам этот курс повышения квалификации. Вот то, что мы сегодня слышали, это только один из модулей. Вот он находится здесь. Вы можете записаться на весь цикл и получить удостоверение КПК на 72 часа, или выбрать один или несколько модулей из этих перечисленных. Вот, пожалуй, все мы уложили за наш час. Мы в теплой дружеской атмосфере с чайком провели эту встречу, и у нас будут еще встречи. Будут еще встречи. Следите за нашими расписаниями, мы будем приглашать вас. Запись вы 100% получите по почте. Студентам спасибо, Ольга Алексеевна. Спасибо. Я думаю, Татьяна Викторовна поддержит семинар, вебинар был активный со стороны всех участников. Скажу о себе, я в школе был троечником, с языком у меня до сих пор проблемы. Ну, вроде грамотно пишу, но сумбурно. И вот такие вот стряточки, такие вот советы, такие методики, они мне очень помогают, чтобы почитал, делал, посоветовался. Я тоже часто советую, показываю Татьяне Викторовне, другим коллегам, ну как. И они говорят, ну никак. А потом становится, как. Вот это переделают. Спасибо. Спасибо вам за участие. Всего доброго. Татьяна Викторовна, вам завершающее слово, как хозяйке этого мероприятия. Спасибо, Ирина Николаевич. Вот еще вопрос. Наша слушательница, я ее знаю, Ирина Николаевна, как можно разместить онлайн-курс на лендинге. Коллеги, лендинг – это одна длинная-длинная страничка. Лендинг или лендинг? Ну лендинг. Куда, откуда что-то начинается. Так вот, да, мы можем показать длинную-длинную эту, лендинг или даже не лендинг, а просто лендинг, откуда начинается. Но разместить там форумы на лендинге, тестирование на лендинге, что там еще, выполнение домашних заданий невозможно. Лендинг – это лендинг. Понимаете, что я говорю? Это некая стартовая страничка, которая запускает курс. И вот его-то как раз и читают с помощью скимминга, сканинга и скиппинга. Поэтому там тексты очень короткие. Ну, а, да, да. Если не лендинг, а именно… Да, да. Лендинг, может быть, это другое дело. Это разные вещи. Да, Ирина Николаевна. Лендинг в виде лангрида тоже может быть, поэтому мы сейчас про него говорим. Лендинг в виде лангрида. Да, Ирина Николаевна, вы верно поняли. Это для подвижения. Уважаемые коллеги, всем большое спасибо за сегодняшнее участие. Большое спасибо Юрию Николаевичу. Очень рада, что возобновился наш формат парного введения. А теперь уже с чего там чашечкой кофе или чая? Небольшое добавление. Большое спасибо всем за активность, за вопросы, за комментарии в чатах. И, уважаемые коллеги, желаю вам удачи в создании своих курсов, тех курсов, которые будут результативны и для вас, и для ваших слушателей, которые будут комфортны, которые будут приносить удовольствие и пользу. Ну, а мы делаем со своей стороны все, чтобы вам в этом помочь. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь, приходите, получайте консультации только во взаимодействии. И это видно по вебинарам, когда начинается активный обмен не только между ведущими участниками, но и участников между собой. Это, наоборот, способствует повышению нашего уровня и квалификации, и приобретению нового уровня. Поэтому большое всем спасибо. И, наверное, до новых встреч на наших вебинарах. Микрофон, Юрий Николаевич. Мы, это компания Директ Медиа, это самый активный участник проведения вебинаров, это самый активный ресурс по привлечению новых авторов. Проведение консультаций в сфере электронного дистанционного обучения ждет вас на следующие вебинары. А сегодня до свидания. Спасибо за внимание. Все, всем удачи.